Ему одному из первых в Южном Казахстане поставили диагноз ВИЧ. В 90-х вирус иммунодефицита человека воспринимался как что-то очень далёкое. Константин несколько лет принимал наркотики, и о том, что болен, узнал только за решёткой, куда попал за кражу. Где и как он заразился, Константин не знает до сих пор. Сам я не упал духом, и стремлюсь создать семью, иметь здоровых детей, потому что 98% рождается здоровыми детьми. Свой статус Константин не афиширует, старается избегать людных мест и общается с теми немногими близкими, которых не испугал его диагноз. Таких, к слову, очень мало, и это, говорят медики, главная проблема. На сегодня стоит у нас острая проблема в том, что, к сожалению, население ещё недостаточно информировано о путях передачи и мерах профилактики ВИЧ-инфекции. Сейчас в области 2003 человека живут со статусом ВИЧ-позитивных. Чаще всего заражаются молодые люди, те, кому ещё не исполнилось 29 лет. В этом году ВИЧ обнаружен в крови 151 жителя нашей области. Идёт рост половой пути передачи. Идёт рост. Если раньше мужчины, соотношение есть мужчин с женщин брать, раньше женщины составляли всего 15%, сейчас доходит 37% женщин. И риск заражения женщин составляет 72%. Медики говорят, жители Южного Казахстана всё-таки стали образованнее и терпимее. Но ещё раз повторяют, ВИЧ не передаётся через рукопожатие. А Константин добавляет, жизнь с ВИЧ есть. Он яркий пример. И спит.